Новые факты о самом народном продукции. Казалось бы, о картофеле белорусам известно всё и даже немного больше. Но праздник в Самохваловичах показал, что это совсем не так. Гигантская порция любимого блюда из 400 килограмм картофеля, огромная сковорода на заказ и даже два абсолютно новых сорта. Подробнее Анастасия Хоботова. Белоруссия Хоботова Черепаха, мишка-футболист и бегемот. Это вовсе не перекличка обитателей зоопарка, а чем-то похожее на животных нестандартные клубни картофеля. Белорусские селекционеры удивляют не только необычным цветом мякоти, но и названиями. В этом году на фестивале представили 45 сортов, два из которых покупатель попробует впервые. Сам Вадим Маханько селекционер со стажем. Занимается овощеводством уже 25 лет. И с каждым годом всё ближе к идеалу. Ранний сорт «Першацвет» и второй сорт «Толочинский». Это два ранних сорта, которые, естественно, предназначены для получения ранней продукции, имеют ярко выраженные белорусские названия для того, чтобы и на нашем рынке, и на российском рынке их проще было идентифицировать и понять, что это настоящий белорусский картофель. В первую очередь распродают уже полюбившиеся сорта картофеля. Номер один в списке самых востребованных в «Скарб». И сохранить его можно почти до следующего урожая. И драники получатся идеальные. К слову, ежегодный фестиваль не был бы таким ярким без блюд белорусской кухни и выступлений народных коллективов. Такое удовольствие получили от белорусской продукции. Какое всё вкусное, где можно и попробовать, продегустировать. Особенно понравилась картошечка. Такие фестивали стали хорошей традицией. Это не просто выставка-ярмарка, где можно запастись картошкой на зиму, а настоящий праздник. К слову, в среднем за год каждый белорус съедает 170 килограммов крахмалистых клубней.